Пекин отказался от проведения новых торговых консультаций с Вашингтоном. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. Ранее планировалось, что в США должна была прибыть китайская делегация для подготовки новых консультаций. Затем и вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ. Но после появления информации о введении Вашингтоном новых пошлин, Пекин отказался от этих планов. Напомню, новые санкции США в отношении Китая вступят в силу уже в понедельник. Общая сумма ограничений – 200 миллиардов долларов. Ответные меры Китая оценивают в 60 миллиардов долларов. В Бразилии задержали финансового оператора ливанской организации Хезболла Асада Ахмада Барраката. Его арестовали по ордеру на арест, выданному в Парагвай. В операции участвовали сотрудники антитеррористического подразделения бразильской полиции. Верховный суд страны уже одобрил экстрадицию задержанного в странах Южной Америки, а также в США Барраката считают ключевым членом группировки в вопросах финансирования и отмывания денег. Между тем, он является гражданином Ливана. Почти 30 лет назад Барракат также получил гражданство Парагвая. С 2002 по 2008 год он находился в заключении в одной из местных тюрем, после того, как его признали виновным в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, в отношении Барраката ведутся расследования в США и Аргентине. Его считают виновным в отмывании 10 миллионов долларов через казино. В аргентинском городе Пуэрто-Игуасу. В Алматы назвали имя победителя финала национального отборочного тура, который представит Казахстан на детском Евровидении в Минске 25 ноября. Ею стала Данелия Тулешева. За путевку на этот престижный конкурс боролись 10 юных финалистов. Их выступления на сцене Халык-Арена стали настоящим шоу. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Это теперь свершившийся галоконцерт можно назвать фантастической феерией. Постановочные представления, трюки и метаморфозы прямо на глазах у зрителей. Понятно, что постарались режиссеры, звукоинженеры, художники-декораторы. Но все это не имело бы того эффекта, если бы не природный талант самих детей и участников шоу. Скольких усилий им стоило перебороть дух соперничества и превратить в конкурс большой праздник. Они сделали этот день особенным. Вся страна с замиранием слушала их и смотрела. В каждом доме переживали за них и пытались отдать голос за всех одновременно. Но что предшествовало этому перформансу? Уже, конечно же, его утром прямо в постель кашку принесла, чтобы он вкусно покушал. Все ласковые слова. Вспомнили какие-то моменты из его детства. И распелись мы с ним. Мое дело простое – одеть, расчесать и выпустить. Но, конечно, стараешься поддерживать, говорить, что ты делаешь свое дело, то, что тебе нравится. Дети отнеслись к предстоящему событию совсем по-другому. Они прятали свое волнение, скрывали слезы, усталость и оставались добрыми друзьями. С теми, с кем вот-вот придется вступить в нешуточную борьбу. Они вполне по-взрослому осознавали всю серьезность предстоящего события. Я старалась выбирать для себя более близкую песню. И получилось, что эта песня прям полностью показывает мой внутренний мир. Эта песня называется «Хос канат». Это два крыла, которые ты должен расправить. Мне очень понравилась идея с рамками, потому что это так оригинально, как по мне. Я очень люблю мультик «Алиса в строении чудес». Мне это немного напомнило. И я так будто бы в сказке какой-то ощутилась. И мама мне говорит, что мы уже достигли своей цели. И главное, достойно выступить на этой мировой сцене. Казахстан впервые получил возможность представить своего претендента в детском Евровидении, благодаря тому, что два года назад агентство «Хабар» стало ассоциированным членом Европейского вещательного союза. Это огромная для нас культурная победа в первую очередь. От того, что мы сегодня большими шагами интегрируемся в мировое культурное сообщество. Это в первую очередь говорит о признании нашего отечественного телевидения, о признании агентства «Хабар», о признании Казахстана, о признании наших молодых талантов. Формирует просто потрясающий имидж нашей страны, как культурный, как развитой страны. У нас хорошая сцена, более 250 квадратных метров лейда у нас, около 300 голов света только стоит, на более 20 камер снимает сегодня. В галоконцерте принимали участие 10 претендентов. Все яркие, талантливые, харизматичные. Жюри было очень сложно сделать выбор. Помогли телезрители. Они голосовали за своих фаворитов с помощью смс-сообщений. И вот, наконец, результат. Победила Данелия Тулешева из Алматы. Именно она впервые представит Казахстан на детском Евровидении 2018 в Минске 25 ноября. Алмау Разбаева, Анастасия Валежанина, Валентин Лобанов, Алматы, «Хабар-24». Уже на брифинге после национального отбора Данелия Тулешева поделилась впечатлениями от своего выступления. И она исполнительница поблагодарила всех, кто голосовал за нее. Она рассказала, что усердно репетировала каждый день, уставала. Но сегодня у нее не было этого ощущения. И она сделала все, что было в ее силах, чтобы выступить достойно. Данелия Тулешева была в числе 10 участников финального отбора. Все артисты этого шоу были по-своему уникальны, но по итогам голосования жюри и телезрителей Данелия стала лучшей. Теперь ее ждет Минск. Меня сейчас переполняют эмоции. Сегодня утром мы приехали очень рано. И почему-то я всегда устаю, когда, например, ложусь в час ночи и просыпаюсь в 8. Но сегодня почему-то нет ощущения усталости. Конечно, можно было бы спеть лучше, потому что я думаю, что каждый участник бы так сказал. Потому что от волнения все равно немножко хуже получается петь. Теперь к другим темам. В отдаленные сельские округа Западноказахстанской области проводится водопровод. Буквально через два месяца чистая питьевая вода придет в дома жителей села Талов в Женебекском районе. Населенный пункт находится всего в паре десятков километров от границы с Россией. Но вопрос обеспечения технической водой района остается еще проблемным. Подробности в следующем материале. Население Таловского округа чуть меньше тысячи человек. Питьевую воду сюда привозят цистернами. Сельчане с мая наблюдают за работой по строительству водопроводной системы. Уже проложена внутрипоселковая ветка. Самое большее через пару месяцев вода придет в дома. Остался водонапорные башни, резервуары и насос на очистительные сооружения. По графику мы должны сдать в конце октября. По графику мы сдадим. Ах, плах, с программой воды. Это уже даст большие перспективы. Молодежь, думаю, задержится в селе. И в дальнейшем будет скотоводством, может и семеноводством будет заниматься. Условий будет. Где вода, там и жизнь. Между тем, объем Волжской воды для хозяйственных нужд, поступающей из соседней России, в этом году сократился. Вместо прежних 30 миллионов кубов поступает только 25. С Жанебекского эксплуатационного участка вода подается в 7 округов района. Проблема – повышение тарифа и изношенности водопропускных каналов, отмечают специалисты. Мы используем сейчас всего два насоса из трех, потому что канал переполняется, будет перелив. Нужны большие средства, чтобы провести капремонт обводнительной системы. Нужны углубительные работы 76-километрового канала. Необходима реконструкция гидротехнических сооружений и насосной станции. Представленным на рассмотрении властей в проекте, заложена и железобетонная облицовка канала. Стоимость всех работ свыше 600 миллионов тенге. Бутагос Базарбаева, Бладшар Лгасов, Канат Махмотов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. С переносом областного центра в Туркестан в городе не только увеличились объемы строительства, жилья, но и выросло производство стройматериалов. Только в этом году туркестанские заводы выпустили строительных материалов на 2 миллиарда 824 миллиона тенге. На территории индустриальной зоны строят 9 новых заводов, а 6 уже сейчас работают на полной мощности. Данья Рабенов на этом заводе сравнительно недавно, но все тонкости кирпичного производства освоить уже успел. Работа постоянно, не сезонная, значит и заработок будет всегда. Раньше в поисках работы я ездил в Алмату, а теперь, когда в Туркестан перевели областной центр, работы стало много и я вернулся. Работа по душе и зарплата стабильная. Бесплатно обеспечивают жильем и питанием. Всего на заводе, мощность которого 10 миллионов кирпичей в год, работает в 35 человек. Коллектив молодой, работает в две смены. Если в прошлом году здесь изготовили всего 2,5 миллиона кирпичей, то в этом уже в два раза больше. В этом году мы выходим уже на полную мощность завода в связи с запуском сушильной камеры, что позволяет работать круглый год. Мы запустим 4 цеха, завершая сейчас строительство, по выпуску газоблока, пеноблока, пескоблока и тротуарных плиток, что позволяет увеличить рабочие места. На территории индустриальной зоны, площадь которой 40 гектаров, аналогичное производство уже есть. По мощностям оно не уступает этому. Теперь и у него появились новые заказы. Расширяют производство и мебельные фабрики. Всего уже на территории индустриальной зоны 6 действующих предприятий. В этом году они выпустили продукцию на 925 миллионов тенге. Это почти на 225 миллионов тенге больше, чем в прошлом году. И составляет 10% от общего объема промышленной продукции, выпущенной в этом году в Туркестане. В эти заводы привлекли 1,3 миллиона тенге инвестиций, создали 290 рабочих мест. С запуском 9 новых проектов объемы производства вырастут в разы. Безработных станет меньше, уверена, в Туркестане. Кроме того, здесь уже рассматривается вопрос об увеличении промзоны в 7 раз. На цифровой формат работы переходят школы и библиотеки Жамбулской области. В Жуалынском районе в новом учебном году открылся первый IT-класс. Теперь обучение здесь ведут по европейскому стандарту образования. Благодаря этому ученики с легкостью осваивают цифровые ресурсы, а также изучают физику и механические технологии. Кроме того, в районе работает каворкинг-центр. Первый IT-класс открыли на базе школы-лицея номер 15. В образовательном учреждении обучаются порядка 600 человек. Уже с шестого класса учащиеся строят алгоритмы, учатся создавать веб-сайты, а также изучают 3D-моделирование. С помощью программы EV3 мы создаем роботов и задаем специальные программы. Например, в помощь домохозяйкам я хочу создать робота, который будет сам выносить мусор. В специально оборудованной лаборатории учащиеся занимаются три раза в неделю. Одновременно в онлайн-режиме учебный курс проходят 10 ребят. Новые технологии помогают ученикам реализовывать теорию на практике. Мы используем программы STEM-академии. По ним прошли обучение два наших педагога. Преподаем по трем направлениям. Это робототехника, моделирование и программирование. Цифровые технологии активно внедряют и в библиотеки. Совсем недавно в местной читальне открыли каворкинг-центр. Теперь у сельчан появилась возможность читать любимые книги в электронном формате и с пользой проводить время. В цифровой формат уже перевели порядка 500 изданий. При библиотеке также работает портал электронного правительства. С его помощью жители могут подать заявление на регистрацию брака, получение пособий на детей, справки о несудимости и с места жительства. Такие центры планируют открыть еще в пяти сельских округах. Если их открытие даст положительный эффект, то количество намерены увеличивать. Анастасия Сулейманова, Тимур Сиилхан, Русанахатила, Жамбулская область, Хабар, 24. В Туркестанской области полностью завершилась цифровизация медицинских учреждений. Их здесь 39. Электронные паспорта здоровья уже имеют 98% населения. К работе в цифровом формате приступила и главная поликлиника областного центра, которая обслуживает 186,5 тысяч туркестанцев. Почти все они теперь могут вызвать врача на дом и записаться к нему на прием, получить направление в лабораторию и больничные листы, не покидая дома, через личный кабинет, который доступен как в веб-браузере, так и через мобильное приложение. Здесь же работают так называемые цифровые посты обучения, где специалисты учат горожан, как правильно пользоваться услугами. Внедрена электронная очередь. Все это экономит время и средства пациентов. Естественно, повышается и качество обслуживания. Здесь внедрением информационных систем в сферу здравоохранения работа врачей уменьшилась в разы. В данное время 46 медицинских документаций переведены на электронные документы обороты. Это дает возможность уменьшить время пребывания пациентов в поликлинике. Раньше прием врача, если продолжишь 30 минут, сейчас это время составляет 15 минут. Ну, так как не нужно по кабинетам бегать за результатом анализов и обследований. Больше интересных новостей доступно на нашем сайте 24.kz. У меня пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова